Как же ты жила Как же это было? Отец был портным, шил комсоставскую форму, шубы офицером, перелицовывал окровавленные шинели. Мама воспитывала детей и ухаживала за домашним скотом. В семье было шестеро детей. По радио говорили, что война начинается. А потом уже пошло, пошло, пошло. Мы выходили, слушали. Вот. Что не от жизни напал. Когда отца забрали, двоих братьев забрали, мать осталась с таким с нами. И у матери в залобку умерла. И их детей она взяла. Да. И мы все вот росли в этом начале. Ну, в начале улицы. Дом номер три. Там я родила. От швейной мастерской отцу давали клочок земли, где можно было косить сено. Всех лошадей из колхоза собирали военные. Мать запрягала корову, которая служила семьей и кормилицей, и тяжеловозом. И все вместе они ехали делать заготовку корма на зиму. Первый год в школе детям все-таки удалось проучиться. Писать приходилось сантиметровыми карандашами и сажей. Но после школу закрыли под госпиталь. Сюда стали привозить раненых. А учителю приходилось ходить к ученикам домой, чтобы по возможности продолжать учебу. Трудно было. Хлеб нам давали. И сколько раз я под этим оставался. Очередь. Не доходил до меня. Мать оставит меня и бежит домой. Надо кого подойти в стадо или запричь и ехать в степь караулить на картошку. Весной уже оттает снег. Нормально. И мы уходили с братом в колхозное поле, где картошки. Выкапывали картошку там замерзнутые. Матерь там что-нибудь даст. Сюда напихаем, перенесем домой. Матерь очистит. И сделает так вот. Ешь, 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 есть. Вкусный, хороший. Отец Нюна Ельценкова. Муж фотограф. Дождь уже умерла. Они уже, как сказать, краулили плантацию. А тогда еще реку сажали. Такой жаровой, хорошей. Она в колхозе украдет, выкрепает, принесет в ведро. И говорит, Мария, на, дитям вари. Там, ну, прям вот, как таганка такая, вот. Ну, вот, прям вот, топили. Щуркни. Щуркокон. И вот мать сварит, туда молоко нальет. И вот мы так шли. В районе Гусевка размещался аэропорт. По правую сторону стояла казарма. Нафиса часто встречала здесь пленных немцев. На них была оборванная форма. Но конфет или кусочек сахара всегда находился для детей. Несколько раз немцы заходили к Утпаевым в дом. Мать из жалости угощала их молоком. Водали, все обходили. Мы там набирали, росли чеснок дикой. Да. А вот тюльпы, они росли. Мы тюльпы нальем, вот эти шипы потарьем, а там вот такие вот лупочки сладкие. Мы ели. В День Победы Нафиса смотрела, как счастливые люди танцевали под гармонь. Вся семья с нетерпением ждала своих родных с фронта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова